Приветствую вас, и вы знаете, ваше желание быть единственным для своего мужчины, оно вполне нормально, оно вполне естественно. И то, что у вас произошло с молодым человеком, имеет двояркую, на мой взгляд, неоднозначную природу. И вот почему. Мужчина часто рассматривает женщину не так, как женщина смотрит на мужчину. То есть мужчина понимает все довольно буквально, что вот у него есть девушка, вот он с этой девочкой встречается, у него есть с ней сексуальные отношения, и все в этом плане нормально. Он даже ее любит, как вы говорите, но при этом ничто не мешает ему смотреть видеоролики. И в понимании мужчины нет измены в том, что он смотрит видеоролики. В понимании мужчины нет ничего плохого в том, что он смотрит на других женщин. Потому что он вам говорит, что ни с кем не общается, а просто смотрит. И с позиции мужчины, с позиции мужской логики, это нормально, что это он делает. Но, видите ли, такая возникает ситуация у вас самой, несколько иное отношение и к мужчине, и к вашим отношениям в целом, и к себе. И к этой вот нормальной реальности восприятия видеороликов мужчиной, добавляется ваше восприятие того, что вы хотите как бы для себя быть единственной для твоего мужчины. Вам этого как раз таки не хватает. Вам это нужно для того, чтобы чувствовать себя уверенной, чувствовать себя единственной, чувствовать себя, ну, наверное, самой-самой красивой. И здесь возникает самый сложный момент. Дело в том, что, с одной стороны, вы сравниваете себя с другой девушкой, и это уже само по себе говорит о вашей неуверенности в себе. Вы сравниваете себя с другой девушкой. Вы вспоминаете слова своего молодого человека о том, что он якобы не смотрел на другие, когда встречался с ней. Но, но, не все на самом деле так просто. Дело в том, что у вас с молодым человеком другие отношения, и вполне вероятно, что он чувствует, что вы к нему полностью привязаны, вы от него полностью зависны, вы от него никуда не денетесь. И, кроме того, нельзя забывать о том, что вы почти на десять лет младше его, ну, речь идет о восьми годах в данном случае. И вполне возможно, что мужчина считает вас ребенком где-то в какой-то степени, и, значит, относится к вам, соответственно, немножко по-другому. То есть, смотрите, для мужчины ситуация вполне нормальная. Ненормально, что вы видите в этом угрозу для себя. Ненормально, что вы занимаетесь в себе, несмотря на то, что сами же пишете про себя, что вы очень красивая девушка, что у вас есть поклонники, и что вы занимаетесь в модели. То есть, вы точно знаете, что с внешностью у вас все в порядке. Вы точно знаете, что в отношениях мужчины вы делаете все, что в ваших силах, все, что вы можете, никогда ему ни в чем не отказываете. То есть, в этом все в порядке тоже. Значит, в чем может быть проблема? Проблема может быть только в том, как мужчина относится к вам, несмотря на то, что он любит вас. И проблема в том, как вы относитесь к себе и к мужчине. Почему вы так сильно переживаете относительно того, что он смотрит видеоролики? Почему вы проектируете это на себе? И вот именно эта ваша неуверенность в себе, либо чрезмерная важность молодого человека для вас и является основной проблемой, которая из чего-то проистекает. Которая откуда-то берет свое начало. И либо вам нужно работать с уверенностью в себе, с независимостью, с выработкой независимости в себе, независимостью внутренней и независимостью внешней от молодого человека. И, соответственно, показывать ему, что он может делать то, что хочет. Но если он знает, что это не нравится вам и все равно делает, то вы можете делать то же самое. Вы можете делать тоже что-то такое, что может не нравиться ему, и вы находитесь в своем праве. Равно как и он. То есть, мужчина сейчас задает некий вектор вашим отношениям, некий вектор направления ваших отношений. Куда этот вектор приведет? Будет ли это что-то позитивное, будет ли это что-то негативное, неизвестно. Но факт то, что этот вектор есть. И если мужчина не собирается ничего менять, то вам ответится только принять это. Но приняв это, не вредит своим интересам. Далее. Значит, вы пишите. Неужели ему мало меня? Мало в каком смысле. Мало. Видите ли, вас ему может быть даже много скорее. Вот у меня так есть раздрение, что ему вас много. И он чувствует, что вы через чур сильно к нему привязаны. Поэтому я рекомендую, знаете, что сделать вам? Я рекомендую вам, как бы, поменьше ему позволять, побольше думать о себе и смотреть побольше в сторону независимости. Потому что мужчина, вот видя, что вам неприятно, да, то есть неважно здесь по какой причине вам неприятно, да, с этим можно поработать отдельно. Он видит, что вам неприятно. И видя, что вам неприятно, он все равно это делает. Он говорит, что ему хочется смотреть там на других девушек и на формовидео. И вот этот же момент, как бы, говорит о том, что мужчина готов в свои интересы где-то ставить выше ваших. И это довольно тревожный звоночек. Но вызван он может быть тем, что мужчина просто перестал бояться вас потерять. За эти полгода, что вы вместе, он, возможно, понял, что вы от него никуда не денетесь. И вот это то, что вам нужно исправлять именно в отношении с ним. То есть показать ему, что вы, в принципе, не собираетесь, во-первых, мириться с тем, что вам не нравится, да. То есть вы там, он что-то делает, вы что-то делаете, он там говорит, что ему хочется смотреть на других девушек, например. Вы можете сказать, что вам хочется смотреть на других мужчин. То есть действовать здесь нужно зеркально, показывать, что вы свои интересы, как бы, подавлять не будете. Дальше, значит, мне очень больно от мысли, что его возбуждает кто-то еще. А возбуждение у мужчин работает тоже не так, как у женщин. Женская сексуальность, она очень сложная, не до конца изученная, но зависит от эмоционального состояния во многом. У мужчин сексуальность более простая, и возбуждение более так же прямое. И поэтому мужчина может возбуждаться просто механически. При этом ничего, связанного с чувствами, у него не может и не быть. По сути говоря, эту фразу вы пытаетесь как-то подавить саму мужскую сущность. Очень многие мужчины, очень многие мужчины возбуждаются просто вот механически. Это не значит, что он вас не любит, это не значит, что он готов вам изменить. Но плохо, что он действительно хочет смотреть на других девушек, это плохо. Так, как быть к этой ситуации, как относиться к этому? Ну, в принципе, я вам сказал. Считается ли это нормально, в принципе, тоже сказал. Вы знаете, поведение вашего молодого человека очень сильно напоминает так же неуверенного в себе мужчину. Я поясню почему. Он, видимо, знает, что у вас есть поклонник, он, видимо, знает, что у вас очень красивая девочка, как вы говорите. И он, наверное, в курсе того, что вы занимаетесь модельным бизнесом. И это не может его не напрягать и не нервировать в плане того, что вдруг вы ему там тоже измените. Или, например, он как-то должен мириться с тем, что вы занимаетесь модельным бизнесом. Если на вас смотрят другие мужчины, например, то ваши там фотографии публикуются в журналах и прочее. И вполне вероятно, что вот так действует компенсаторный механизм защитный мужчины. То есть он встречается с вами, он вас любит, но он знает, что вы, по сути, не принадлежите ему целиком, по его мнению, потому что мужчина собственник. И из-за этого он делает вот эти вещи. Чтобы, с одной стороны, уравнять вас, с другой стороны, подготовить себя к тому, что, возможно, вы ему измените и от него уйдете. И связано это, конечно же, с недостаточной проговоренностью всех проблем между вами, с недостаточным доверием между вами, ну и, наверное, с недрелостью. Что, в принципе, для 26-летнего мужчины и 17-летний вас вполне нормально. То есть вполне нормально вот это все иметь. Но, обязательно с ним поговорите. Как он относится к модельному бизнесу? Ну, к тому, что вы делаете. Как он относится к тому, что у вас есть поклонники? Вот. Не беспокоит ли его это? Не мучает ли его это? Вот все это постарайтесь узнать. Потому что, смотрите, если бывшая девушка была только его и принадлежала только ему, то еще не известно, как мужчина относится к тому, что вы не принадлежите только ему. Вот об этом, пожалуйста, постарайтесь подумать и об этом вам нужно поговорить с молодым человеком. Ну и, кроме того, почему вы принимаете на веру, безусловно, что он несмотря на других? То есть это говорит он. Ну, может быть, он специально вам это говорит. Для чего-то. Мы же не знаем. Поэтому не стоит слепо доверять человеку в том, особенно, чего нельзя проверить, или в том, что нельзя как-то подтвердить поступки. Не надо. Этого делать не стоит. Опять же, в связи с этим всех моментов, которые я вам уже назвал. Ну, а ваша основная проблема в том, что вы делаете выводы, что хуже кого-то, и от этого становятся еще больные. То есть вам больно, потому что вы этого мужчину используете для чего-то для себя. Вы сравниваете себя с другими, значит, вы не уверены в себе. Этого не уверены в себе, значит, соответственно, может быть зависимо. То есть вам мужчина нужен, чтобы там что-то себе доказать. А это нездоровое направление в отношениях и ведет она к зависимости как раз-таки. То есть совершенно непонятно, почему вы будете той, кто есть, сравниваете себя с кем-либо. Я, конечно, не знаю, но мне кажется, модель и модельный бизнес, как ничто другое, лучше показывать, что у каждой модели, у каждой женщины, у каждого мужчины, да, потому что мужчины тоже могут быть с моделями, есть своя красота. Своя особая красота. И кому-то она кажется таковой. Кому-то это кажется уродством. Но это нужно понимать. И вы, как человек, который занимаетесь этим, вроде бы должны это понимать. Но получается, что нет. Соответственно, весь ваш вопрос берет начало от неуверенности в себе и от недостаточного понимания мощской психологии и мощской сексуальности. То есть вы считаете, что если мужчина возбуждается от кого-то еще, то она, вероятно, недостаточно сильно любит вас, что вам, что ему вас мало и так далее. Это не так. Но то, что вы, скорее всего, чрезмерно окружили мужчину своим вниманием и своей заботой, то есть вы показали ему, что он вас завоевал и добился, и что больше от него ничего не требуется, и он расслабился. Это вот с большей долей вероятности можно предположить. И вся общественная рекомендация вам будет этого срочно менять. Ну и, конечно, ваша неуверенность в себе, то также обязательно необходимо разобрать. То есть необходимо повышать уверенность в себе, необходимо вырабатывать более четкую позицию. В отношениях необходимо понимать, кто вы, оформовать свою ценность, отдавать себе отсчет субъективности восприятия этой ценности и смотреть, является ли она таковой для других. И спокойно относиться к тому, что для других таковой ваша ценность может не являться. Не проектировать на себя лишний раз то, чего хотят другие люди. Если мужчина хочет смотреть на других девочек, это не значит, что вы хуже, это значит, что у него такая потребность. А откуда эта потребность появилась, это еще нужно разбирать. Потому что, может быть, не завершенные отношения с бывшей девушкой, может быть, то, о чем я говорил вам в контексте занятия модельным бинистом. То есть вариантов здесь может быть много. Но к вам это не относится хотя бы потому, что мужчина якобы вас любит. А если любит, то принимает такой, какая вы есть. И не важно, красивая вы или нет. Вы могли не заниматься в бизнесе, вы могли не иметь поклонников, вы могли не обладать внешностью. Если мужчина вас любит, он принимает вас такой, какая вы есть. И вы для него самые красивые. И если, принимая вас такой, какая вы есть, вроде как мужчина смотрит на других девочек, значит, либо он недостаточно вас любит, либо у него есть потребность в том, чтобы это дело делать. И, как видите, оба варианта к вам отношения совершенно никакого не имеют. Но проекция, то есть проектирование этого на себя у вас взяла не из пустого места. И вот то, что ее вызывает, необходимо разбирать. Чтобы вам это не мешало пожить. Чтобы вы не позволяли использовать себя. Чтобы вы не позволяли играть с собой. Чтобы вы занимали достойное положение в отношениях, такое положение, которое бы вы хотели. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи! Удачи!